Чебоксар Прекрасная, далека. Какие изменения ждут столицу Чувашии в будущем? Отдаленном и не очень. Икра гречневая. Как обстоят дела с ценами на социально важные продукты? Меньше, но по той же цене. Как экономическая ситуация в стране отразилась на питании чебоксарских школьников и дошколят? Как изменится столица Чувашии к 2035 году? Какой будет Чебоксарская казна в 2015 году? На заключительном заседании в выходящем году народные избранники строили планы на будущее города. Отдаленное и не очень. Подробнее прямо сейчас. Сдержанно оптимистичным. Так назвали бюджет на 2015 и плановые периоды 2016 и 2017 годов депутата Чебоксарского городского собрания. Сдержанным, потому что полной уверенности в том, что деньги из федерального и республиканского бюджета придут в том объеме, на который рассчитывают, пока нет. Нынешняя экономическая ситуация все же оставляет право на корректировки. В остальном все по-прежнему. Бюджет социально ориентирован. Доходы бюджета прогнозируются на уровне 6,8 миллиарда рублей, что на 690 миллионов больше первоначального плана 2014 года. Расходы бюджета определены в размере 7 миллиардов рублей. В 2015 году социально-культурная сфера продолжает занимать львиную долю расходов бюджета города. Это более 65%. Всего на отрасли образования, культуры, физкультуры и социальной политики планируют направить более 4,5 миллиардов. Заложены средства на 4 детских сада, проектирование школ на Гладково, улучшение транспортно-дорожной сети. Основные объекты это по-прежнему дороги, микрорайоне Новый город, реконструкция Московского моста, развязка Айги-Фучика, велодорожки, проектная документация третьего транспортного полукольца, а также 5 перекрестков. В итоге бюджет будущего года приняли единогласно. Как человек, как предприниматель денег всегда не хватает, денег всегда мало. Планов у нас гораздо больше, чем та сумма, которая сейчас заложена в бюджет, но при условии, что мы в последнее время, даже с прошлым годом, позапрошлым у нас более чем на 500 миллионов бюджет увеличился, ежегодно увеличился. Я понимаю, что такая тенденция не может продолжиться всегда, тем более все-таки здесь экономический кризис ожидается. Поэтому я очень хочу, чтобы те параметры, которые мы заложили, дай бог нам их выполнить. Мы никогда не забываем и даже предкризисной ситуации о развитии инфраструктуры, о строительстве жилья, проектируем физкультурно-оздоровительные комплексы при условии, что жизнь всегда продолжается. Кстати, за несколько дней до Нового года изменения появились и в бюджете на год нынешний. Так, на заседании перераспределили расходы. К примеру, дополнительные 15 миллионов направили на реконструкцию проспекта Ивана Яковлева. У меня есть такое высказывание. Ни одна стройка не уложила светлую стоимость. Мы не исключение. Поэтому где-то не посчитали, может быть, глубину земли, может где-то какие-то подземные инфраструктуры не просчитали. Поэтому я считаю, что в этом общем объеме, там, по-моему, более 400 миллионов, 15 миллионов, это вполне разумный допустимый люфт. Если в плане денежных средств депутаты заглянули в относительно недалекое будущее, то вектор развития столицы Чувашии задали на ближайшие 20 лет. Новый утвержденный сегодня генплан рассчитан до 2035 года. Ведь город развивается, осваиваются и застраиваются новые территории. К примеру, Новый город. Изменений много. Так, столицу Чувашии, город Спутник, Новочебоксарск в плане дорожно-транспортной сети специалисты рассматривают как единый организм. Мы откорректировали все здесь с тем, что произошли изменения с 2004 года, со дня утверждения предыдущего генерального плана. Мы откорректировали и развили эти изменения. Вот сейчас мы начали развиваться в сторону Синьяльского сельского поселения. Там есть территории, которые уже входят в городскую черту, в границы города. И генплан установил перспективные границы городского округа, которые нам в дальнейшем позволят эти территории уже присоединить к городу. Вениамин Мамуткин отметил, генплан – это не тот документ, от которого стоит ждать конкретных архитектурных решений. Это скорее направление развития и распределения городских функций по территориям. Поинтересовались журналисты новыми видами транспорта. Пока представить сложно, но главный архитектор предположил, что в перспективе в городе стоит развивать водный транспорт или даже канатный. Обсудили народные избранники вопрос улучшения экологической обстановки уже в ближайшее время. Речь о новой технике для утилизации отходов. Общий объем финансирования программы на 2014-2016 год был утвержден в сумме 36 миллионов рублей за счет надбавки к ценам, тарифам для потребителей. Программа предусматривала закупка мусоруплотнителя весом до 54 тонн. Цена вопроса – 3 копейки с квадратного метра. Столько составляет эта самая надбавка. При покупке катка удалось сэкономить. В 2013 году была депутатами двух муниципальных образований принята инвестиционная программа спецавтохозяйства на приобретение катка-уплотнителя. Эффекты этого приобретения, в принципе, видны уже сейчас. Мы опустили свалку более чем на 2,5 метра местами на самом деле. И на сегодняшний день есть экологический эффект. На самом деле меньше выбросов стало из-за уплотненного состояния. Более того, не было ни одного пожара с момента его приобретения. А мы все помним, что раньше пожары были, это была проблема на самом деле. Более того, это позволит в будущем сэкономить бюджетные средства на рекультивацию этой свалки. То есть нам нужно ухлотнить. Соответственно, чем больше мы сейчас уплотним, тем меньше понадобится денег в будущем. И учитывая того, что мы приобрели каток на торгах дешевле, чем планировали, остаются у нас в инвестиционной программе деньги. Мы предлагаем купить на эти деньги сэкономленные, не повышая тариф, ничего, шредер, то есть измельчитель для твердых коммунальных отходов. Измельчитель позволит сократить высоту свалки, которая растет из-за крупногабаритного мусора. Особенно бы шредер пригодился после ледяного дождя, когда на свалке оказались сотни поваленных стволов деревьев, отметил директор спецавтохозяйства. Депутаты инициативу также поддержали единогласно. Кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Чем иногда и пользуются недобросовестные продавцы. Чтобы выяснить, имеются ли в Чебоксарах случаи необоснованного завышения цен на продукты, народный контроль посетил ряд магазинов. Сравнивал цены и наша съемочная группа. Гречка. Цены на этот индикатор национальные экономики обсуждают и на лавочках у подъезда, и в глобальной сети. Подорожение крупы в народе называют не иначе, как гречневым кризисом. Вот думаю, что родным на Новый год подарить? Гречку, макароны или рис? Со времен космонавта гречка не взлетала так высоко. Специалисты ситуацию называют надуманной и раздутой. Бывает ли дым без огня, и выясняла народный контроль. Еще совсем недавно здесь, в магазине спального района города, гречка стоила 24 рубля за килограмм. Сотрудники магазина поясняют, то была акция. Сейчас 57 рублей 20 копеек. Примерно как везде. Гречка хорошо идет даже по этой цене, потому что у поставщиков, у конкурентов, в принципе, цена примерно такая же. В целом, по республике гречневая крупа за прошлую неделю подорожала от 2,5 до 3,2 процента, сообщает Чувашстат. В одном из крупных сетевых магазинов мы зафиксировали цену 52 рубля за килограмм, в другом 67. Впрочем, в перечне продуктов, на которые выросли цены, помимо гречек, еще много позиций. Так, по данным Чувашстата, сахар подорожал на 5-10 процентов. Самая низкая цена, которую зафиксировал народный контроль во время рейда – 39 рублей за килограмм. Самая высокая – 47 рублей 90 копеек. 47 сахара, где-то я 40 видела. А так я редко захожу сюда, вот хотела сахара, у них всегда дешево я была, а сегодня 47,90. Творог, масло, сыр, мясо, конфеты. Продавцы не скрывают, многие продукты хоть и незначительно, но подорожали. Меры вынуждены и зависят исключительно от цен поставщиков. Работать себе в убыток они не могут. Мы стараемся сдерживать цены и минимально держать цены для потребительской корзины. Они если выросли на 1-2 рубля незначительно, гречка в основном подорожала и все. Ажиотаж только на сахар, гречку и на подсолнечное масло. Почему тут люди берут, видимо, готовятся к следующему году на засолы, на варенье. Цена формируется от того, что мы получаем товар от поставщика. На сегодняшний день цена не меняется, мы стабильно работаем в спокойном режиме. Товар представлен, можете посмотреть по гипермаркету, все полки забиты. Небольшой ажиотаж есть, но не такой, чтобы создать дефицит в столичных магазинах. За последние годы население уже не раз пугали и концом света, и дефолтами. У молодого поколения запасаться продуктами впрок привычки не выработалось. Ну а старшее поколение за свои годы повидало и не такое. Ну мы берем то, что необходимо, особо впрок ничего не берем. Цены терпимые, но неприятно. Надо кушать здоровую пищу. Что теперь? На цену смотреть. Растут, растут, зато зарплата не растет. Выживем. Выжили же, не первые розетки. И будем жить. Полагаю, что если ходят различные проверки, то сильно наглеть не дадут. И думаю, что вот такие вот крупные магазины, они все равно не будут завышать цены. Конечно, указывать продавцам и влиять на ценовую политику городские власти напрямую не могут. Однако ситуацию под контролем держать все же нужно. Мы проехались по магазинам, посмотрели, какой ассортимент есть социально значимой продукции в наших торговых сетях. О чем мы тревожились, о большом росте цен. Да, рост такой есть, но он не такими высокими темпами. Мы, конечно, обязательно будем контролировать и смотреть в дальнейшем эту ситуацию. Потому что каких-то у нас норм, влияния таких нет. Но наша общественность должна смотреть, как идет формирование цены. Кстати, люди с набитыми доверхокорзинами в магазинах все-таки встречаются. Однако товары в них чаще всего не первой необходимости, а к новогоднему столу. Что вы загадаете на Новый год под бой курантов? Не удивлюсь, если многие молодые родители пожелают для своего чада место в детском саду. Что ж, подобное желание исполнится в самое ближайшее время. В Чебоксарах строится и реконструируется сразу несколько детских садов. Накануне открытия ход работ проинспектировали депутаты Чебоксарского городского собрания. Успеют или не успеют – вот в чем вопрос. На момент съемок до даты, предполагаемого открытия, оставалось две недели. А работа еще прилично. Колупается потолок. Вот. А что еще пристали? А потом уже колупается. А как это приведет в поляк? Перекрасывается. Это здание изначально строилось как детский сад. Однако затем его отдали под спортивную школу. С тех пор строительные требования к детским садам изменились. Так что потребовалась серьезная реконструкция. Теперь здесь расположится детское дошкольное учреждение номер 113, рассчитанное на 300 малышей. Пока дел очень много. Все дружно работают. Больше всего зависит от строителей. Родители обязательно уже тоже постараются прийти. Депутаты собираются прийти на субботник. Мы будем точно так же, как сейчас все садики, помогать друг другу. С формированием комнат, мест отдыха. Вот мы точно так же придем и будем помогать всем нашим детям, чтобы как можно скорее дети пошли в детские сады. В детском саду номер 203 ситуация проще. Здесь почти все готово. Здание рассчитано на 15 групп. Из них 8 ясельные. В городском бюджете дополнительные средства предусмотрены. Потому что, как видите, много у нас детских садов открывается. Поэтому городской бюджет предусматривает их финансирование. И мы уже запланировали, что за счет какой экономии средств можем покрыть вот такие чудесные условия. Потому что и 113 садик с бассейном, и этот садик с бассейном, они каждый сам по себе отличаются. Но, тем не менее, это большой комфорт. Потому что вот мы в свое время такого, конечно, не видели. А то, что сегодня сделано, это, в общем-то, для воспитания детей счастливыми и добрыми. Непоседы. Так называется этот детский сад. Построили всего за 4 месяца. А название придумали сами горожане. Для этого администрация Чебоксар объявила конкурс. 25-го у нас день открытия детского сада. К этому времени мы успеем. Потому что основные работы уже завершены. Остались только мелочи. Но за такие короткие сроки сделать такой красивый детский сад. Пока программа готовилась к эфиру, строители, судя по всему, усердно работали. Так что к часу икс все успели. За 6 дней до Нового года в столице Чуваши открылись 4 новых детских сада. Ну а детские сады и школы, которые уже работают, тоже подверглись проверке. Накануне депутаты ЧГСД выясняли, как в образовательных учреждениях города с питанием. И как на него повлияла нынешняя экономическая ситуация. 16 рублей завтрак, 40 рублей обед. Таковы расценки на питание для всех учеников. Меню составляет комбинат питания по согласованию с Роспотребнадзором. Заведующая школа поделилась. Некоторые продукты подорожали. Чтобы оставить на питание прежние цены, пришлось сократить порции. Так что теперь творожная запеканка для младшеклассников весит 50 грамм вместо прежних 75. Подобная ситуация совершенно неприемлема, уверены народные избранники. Они отметили. Продукты хоть и подорожали, но не все и не настолько, чтобы сокращать порции на 20%. К тому же с поставщиком заключался контракт до конца учебного года. И повышение цен с его стороны в данном случае не санкционировано. В школе номер 60 порции тоже сократили. Правда, всего на 8%. Однако и это является нарушением. В некоторых школах комбинаты довольно существенно изменили нормы порции. Это считаем, конечно, неправильным. Может быть, в качестве предложения будет рассмотрен вариант на будущие торги выставлять не только цену в контракте и количество, а еще и граммы. Может быть, даже пойдем следующим шагом, разработаем единое меню для всех школьников и для всех школ. И согласно этому меню будет поступать уже комбинат школьного питания, заключать контракты и поставлять обеды. В детских садах пока подобных явлений не наблюдается. Порции прежние, стоимость четырехразового питания в детских садах города не превышает 90 рублей в день. Питание такое же, цены у нас такие же остались. Мы сравниваем с ценами на сайте Айк Агроинноваций. Нет, самый главный выход продукции изменился? Выход продукции не изменился. Ребенок сколько потреблял? Сколько получал, столько и получает. Депутаты отметили ситуацию, будут держать под контролем. Рейды проводить регулярно. Поставщиков продуктов питания пригласят на специальную комиссию, где и будет выработано единое решение. На этом программа «Местное самоуправление» в этом году завершается. Всего вам доброго в новом 2015-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова